Друзья, всем привет! Мы продолжаем съемки кулинарного проекта «Готовь как шеф». Готовить с нами будет наша Екатерина Барсукова. Катя, здравствуй! Всем привет! Здравствуй, Женя! Дорогие друзья, мы продолжаем знакомить вас с удивительными локациями этого красивого места. Мы снимаем в агроусадьбе «Серая шейка» и каждую съемку постараемся показать вам новые пейзажи. Итак, сегодня мы снова будем вас немного удивлять. Мы готовим непривычное барбекю, мы не готовим шашлык. Да, экспериментируем, так сказать. В том виде, в каком вы привыкли его готовить и привыкли его видеть. Женя, что сегодня будем готовить? Значит, Катя, давай по порядку. Сначала мы с тобой приготовим овощной шашлык. В прямом смысле слова мы насадим все овощи, замаринованные на шпажки, и запечем. Затем мы приготовим брошюры из печени и бекона. И на закуску мы с тобой сделаем брускетту из баклажана и чеснока с сыром фетом. Звучит очень вкусно, начнем? Да, начинай, Катя, подготавливай, я пока распалю мангал. Ореса – надежная и безопасная техника для вашего дома. Ореса – профессиональный подход. Так, с чего бы начать? Я вижу у меня шпажки. Мы сегодня будем готовить не на шампурах, потому что, я так понимаю, у нас куриная печень, текстура очень нежная. И на металлических шампурах она просто маленькая и потеряется. Поэтому шпажки предварительно замочим в холодной воде минут на 20. Да, сделаем это для того, чтобы они стали более эластичны и не подгорали. Давай тогда приступим и… Наверное, начнем с маринада? Да, давай начнем с маринада. Я тем временем подготовлю овощи, закручу их в фольгу. Хорошо. Что нам понадобится для маринада? Так, для маринада мы будем использовать соевый соус. Сегодня готовим два маринада. Один для овощей, один для печени. Да. Значит, разница будет в том, что печень мы будем мариновать в красном вине. Ого! Вот. Поэтому, но сначала давай перейдем к нашим овощам подготовимых. Для этого тебе понадобится соевый соус, оливковое масло. Так. И добавь туда мелко нарубленного чеснока. Сделаем такие небольшие надрезы на баклажане. Мы его будем запекать. Да. Запечем в фольге, а затем мы возьмем только мякоть. Итак, оливковое масло, соевый соус и чеснок. Угу. У меня готово. Что мы маринуем? Какие овощи будем использовать? Значит, будем использовать перец, томаты черри. Да, его надо порезать на небольшие такие квадратики. На крупные. Да. Чтобы не подгорал. Сюда я добавил соевый, оливковая масса, добавлю еще немножко укропа и отправим его запекаться. Положим мы его прямиком на угли. И сколько он так будет у нас запекаться? Минуток 15-20. Так как у нас баклажан большой, я думаю, даже больше 20 минут, чем 15. Смотри, вот такими большими кусками или поменьше? Вот так вот, да, пополам. Вот так вот, замечательно. Значит, чеснок тоже немножко оливкового масса, он его размягчит. И это тоже управляем запекаться. Овощи я отправил запекаться, давай я тебе здесь помогу. Возьмем еще для нашего овощного шашлыка кукурузу. Так, я прям сюда могу? Да, прям туда закидывай все. Так, здесь я нарезал кукурузу, тоже ее отправляем сюда. Затем возьмем луковицу. Так, а цукини? Как тебе понадобится, да, цукини, нарезай их тоже круглешами. Затем еще пойдут сюда шампиньоны. Нужно постараться, чтобы каждый овощ обволакивала наша смесь из масла, соевого соуса и чеснока. Так, ты сейчас готовишь уже второй маринад. Да, второй маринад. Это мы оставляем минут на 20. Да, 15-20 минут, так сейчас у нас приготовятся овощи. Мы используем сухое красное вино. Да, сухое красное вино. Добавим сюда оливковое масло. Немного соевого. Теперь нам сюда необходимо добавить еще зеленый лук, поэтому... Прямо в маринад добавляем лук? Да, прямо в маринад. Весь? Да. Ну, не весь, это я тебе погорячился сказать, вот да, половинку. Так, готово. Добавляй. У нас тут все сдувает ветром. Да, сегодня достаточно ветреная погода. Вижу, у нас бекон. Для чего он будет? Бекон у нас сейчас пойдет также в маринад сюда. Затем мы берем печень. Да, вот наша печень куриная. Печень у нас маринуется. Лука у нас пойдет немножко сюда, так, для аромата. Добавляем наш бекон. Нарежем такие тоненькие пластиночки. Я думаю, ты уже можешь начинать нанизывать на шпажки наши овощи. Мне кажется, овощи на природе – это самый прекрасный гарнир. Ешьте, друзья, больше овощей. Особенно лед. Посмотрите, какая красота у меня получилась. Смотри. Красиво, да. Подготовлю нашу решетку. Будем выкладывать шпажки прямо на решетку, верно? То есть, в принципе, Женя, это блюдо можно и приготовить дома. Конечно. Да, в духовке. Можно. Овощи у нас готовятся очень быстро. Буквально по 3-4 минутки с каждой стороны. Давай, я начну их закладывать на огонь. Так, и у меня получится даже еще один. Теперь мы будем нанизывать наши брошеты с печенью и беконом. Также тебе понадобится нарезать еще перец свежим. Мы его добавим для контраста вкуса. Не будем его мариновать. Какой аромат от печеного чеснока. Так, я пока нарежу чебато. Теперь давай посмотрим на наш бакуажан. Да, он у нас запекся. Поксалчик. Мы будем использовать только мякоть сегодня? Да, мы сейчас его почистим. Сейчас все аккуратненько выложим. Сколько резать хлеба? Хлеба, ну, делай брускетки 3. Я думаю, на 3 брускетта нам хватит. Мы будем чеснок смешивать с мякотью баклажана. Все верно, да. Помидор и черри мы тоже будем использовать в брускетте? Да, мы их нарежем просто пополам. Здесь у меня тоже практически все готово. Так, шелкоп. Угу. Мы все это перемешаем сейчас. Какая красота! Это у нас тоже готово. Теперь мы обжарим наши 3 брускетки. И для мясоедов шашлык, и для вегетарианцев шашлык. Буквально по минутке с каждой стороны. Итак, Ася, наш хлебушек подрумянился. Отлично. Выглядит просто великолепно. Делаем все быстро. Мы сегодня, друзья, снимаем в экстремальных условиях. Минут через 5 начнем солим. Сверху выкладываем помидорки черри. Как их вот, да? Да, сверху. Так? Да, выкладываем вот так вот. Хаотично. Да, прижимать не надо. Так, и основной ингредиент наш самый главный. Это сыр фета. Обожаю его. Можно использовать любую брызу. Выглядит очень красиво. Итак, друзья, вот наши брускетки с баклажаном, чесноком, сыром фета или фетой? Фета. Фета. Сыром фета и томатами черри. Ну и наши овощные шашлычки. Мы использовали все сезонные овощи, также добавили еще кукурузу туда и сделали шашлычки такие, да, из бекона, печени. Поэтому Катя сейчас попробует и расскажет нам, насколько это вкусно. Обязательно. Уверена, что это вкусно. Давай напомним, как мы готовили маринад для шашлыка из печени. Значит, для шашлыка из печени мы использовали соевый соус, оливковое масло и красное вино. Затем мы добавили еще немного зеленого лука туда для аромата и обычного лука. Вот. Ну, собственно, Катя, маринад на этом и заканчивается. И для того, чтобы сделать брускеты, мы предварительно запекли в фольге на углях баклажан и чеснок. Верно. Потом сделали из него своеобразную пасту, добавили помидорки черри и сыр петом. Приятного аппетита! Друзья, увидимся в следующей серии. Остальные выпуски вы сможете посмотреть на нашем YouTube-канале или группе ВКонтакте. До новых встреч! До свидания! Ореса – надежная и безопасная техника для вашего дома. Ореса – профессиональный подход. Ореса – надежная и безопасная техника для вашего дома.